Губернатор встретился с учителями и ответил на их вопросы. Но прежде Станислав Воскресенский рассказал о новой региональной инициативе касаемо школьных завтраков. Буквально несколькими часами ранее глава региона предложил руководителям думских фракций предусмотреть средства на эти цели в областной казне. В настоящее время часть стоимости завтрака муниципалитеты компенсируют сами. Где-то только детям из малоимущих семей, где-то чуть шире, многодетным семьям, но компенсируют таким образом, что не весь завтрак попадает в компенсацию. Где-то, я знаю, из этого выходит положение, деньги в котел собирают, как-то распределяют, а где-то получается, что у ребят из таких необеспеченных семей получается немножко другой завтрак, чем у обычного ребенка. Конечно, несправедливо. Мы сейчас приняли решение, вот такие поправки я в бюджет сейчас направил в областную думу, что мы с 1 по 4 класс детям из малоимущих семей будем целиком компенсировать стоимость завтрака с региональным уровнем. Учителя инициативу поддержали. Деньги, которые освободятся у муниципалитетов, Станислав Воскресенский предложил оставить в образовании, также на питание других категорий детей. Очень много вопросов во время встречи касалось организации работы с одаренными детьми. Я хотела бы спросить губернатора о том, как мы будем работать в нашей области по развитию одаренных детей. Детей таких достаточно много, это показывает результаты Олимпиад, это показывает, ну, даже сам процесс обучения, такие ребята видны. Хотелось бы их определенным образом поддержать. Попыток много, работают коллеги, учителя, работают школы, работают центры отдельные, но хотелось бы, чтобы это была какая-то единая модель. Значит, все это отрабатываем сейчас, вот я уже знаю, что подготовили такую концепцию. О чем идет речь? Действительно, вот Владимир Владимирович тогда придумал этот проект, Сириус, центр одаренных детей. Потом совершенно правильно порекомендовал регионам такими центры тоже создать. Мы сейчас модель такого центра отрабатываем. Когда мы окончательно утвердим, тогда можно будет говорить о том, где он находится. Также у губернатора попросили поддержать ребят, которые представляют регион на Всероссийской Олимпиаде школьников. Ивановские учителя не всегда могут справиться своими силами. Необходимо обучение в так называемых олимпиадных школах. На выезде, либо с приглашением в область таких педагогов. Станислав Воскресенский попросил профильное ведомство посчитать, сколько это может стоить для бюджета. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.